так но по идее должно час появиться смотри тогда вижу на планшете уведомления да задашь рак пишет что пошло так здравствуйте ребята напишите видно ли нас с феном ну точнее слышно ли нас феном и видно ли очаровательно кибер девушку с голубым шлангом так сейчас я тут еще пока дочитаю все скайповые свои дела тире 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 фен скажи чем это он говорит что я я говорю ну потому что ничего говорить вот я ничего и не говорю да все нормально все слышно всем привет здрасте здрасте все такие розовенькие у меня в чатике вот я тоже смотрю что в трансляции у меня чатик разноцветные люди у тебя все розовенькие но будем ждать когда это ассортимент красок расширится еще минуты три подождем и отправимся и в игру ребята опять же таки как и в прошлый раз я вот прямо только-только прискакал к стриму со своей замечательной дачи успел сделать впритык все необходимые дела помимо дачи и в общем я все это к чему опять мы стримим только на twitch потому что я ни хрена опять не успел настроить но будем надеяться это вас не сильно огорчит восьмом случае фена это точно не огорчает дефин да я наоборот рад потому что один чат уютненько можно как бы разговаривать с конкретными людьми и не бояться что у нас тут три инфопотока на которые надо как-то реагировать а тут еще игра проходится и поэтому надо ничего не перебивать и вот такие дела душ я не чиню я душ там новую вообще собираю до конца не сделал не знаю получится ли до е3 еще наведаться удачи чтобы завершить задуманное ну а что поделать ничего страшного голебух поделись впечатлениям финалов еврокубков ну я конечно же симпатизировал ювентусу и когда ювентус начал уже проигрывать 1 3 я выключил и пошел спать не люблю досматривать такие матчи ну немножко расстроился я из-за буфона буфон конечно величайший вратарь и неплохо было бы ему все таки получить долгожданный трофей но такова жизнь как говорят это футбол это футбол дорогие друзья вот примерно то же самое могу сказать а ну а европа европа но манчестер да оказался сильнее аякса аякс хорошо себя проявил в данном сезоне будем надеяться что он опять не затеряется где-то в пучине всей этой европейской кутерьмы надеюсь что он еще до трофеев доберется рано или поздно все равно продолжают розовые все даже новички розовые становится не знаю ребят почему он так будет у нас такой немножко перезапустить этот самый да ладно да ладно пускай у нас будет сегодня такой тематический час потенциально предпоследнего стрима по shadowrun и риска киска тоже тут замечательно если что будешь подсказывать ну и мы вот как раз часы у меня сменили сменили циферки на 2100 так что я отправляюсь в игру кино на сэс в двадцать кино на стоп game.ru только правда не 21 но ладно ну да в саратове 2100 в москве 20000 а у фену вообще какие-нибудь 23 полночь уже даже не у меня плюс 4 теперь с прошлого года как мы перевели часы по странному так все теперь плюс 4 но понятно так окей возвращаемся к игре ой немножко потянусь разомну свои косточки так ладно продолжаем мы возврат вернулись в союз белошвей после такой достаточно колоритной и нервозатратной миссии в там в этом религиозном я не знаю религиозной обители местные где мы там встретили всяких чудовищ мутантов и прочих непонятных существ которых конечно же одолели ну и сейчас продолжаем наше путешествие по данному миру как я написал в описании написал в описании обозначил в описании вроде бы вроде бы все секреты уже мы раскрыли всех врагов выявили и нам казалось бы остается только ну совершить такие месть и добиться справедливости но кто его знает друзья вполне возможно нас игра еще сможет удивить давайте вам аннотацию прочитаю похоже отомстить убийце сэму будет труднее чем поначалу казалось тебе не приходил в голову что ее будет защищать культ поклоняющийся бессмертным жукам однако реальность носят свои коррективы и чтобы добраться до нее тебе придется отыскать способ убрать этих тварей с дороги или по крайней мере способ их обойти после дружной семьи всеобщего братства полумрак и скудная обстановка союза белошвей кажется тебе кажется тебе родным домом такие дела а у нас дохренища очков для прокачки давайте наверно сам хотели начать с этого и нам говорят игра нас еще удивит ну это хорошо это хорошо что давник я оружие не прокачивал что у нас на семерку этот интересный выстрел в голову повышать вероятность критического урона снижать вероятность попадания время установления два раунда сука не знаю нужно нам или нет это качнуть или не качнуть у нас еще дрободаны не качаные а там я им периодически нет нет пользуюсь давайте немножко дрободаны качнем гляб что-то будешь делать с игрой на сгг если такая попадется которую нельзя пройти ну если уж совсем только будет скипли мы опять же таки чё куда деваться вообще там по-моему добыли было говорено что типа если что-то не проходит там берется другая игра и добавляется еще одна в список там в правилах что-то такое я придумал сам забыл уже ван гола на нас подписался седьмой месяц подряд но спасибо красавчик молодец какой обаяния так я еще про эти вспомнил про разные стили разговоры где они у нас вообще полезная штука надо посмотреть долго ли нам до следующего а но это на обаянии по моему да с каждым типом новости общения восьмерка давайте качнем что ли его николас три семерки 1992 гляб приветствую как дача поживает да ничего нормально ей я и занимаюсь я в принципе с удовольствием занимаюсь этим знаете я самовучка в этом деле и и познаю разные нюансы я думаю так наверно корпорации мне кажется чем дальше тем больше будет каких-то крупных организации объединений с которыми нам придется возиться напишите и резко киска наверняка знает поэтому это уже седьмой часть ну потому что она выпала во первых а у меня других то и не было но сейчас появилась вторая но не вторая гонконг по моему появился с усилиями фена у которого ключ завалялся каким-то причинам ладно взял я корпорации риска дала добро окей если что будем ее винить это приятно то что всегда есть что есть как человек на корову можно свалить ну и у нас череда диалогов судя по всему ожидает нам еще надо с шире поговорить и печальные версии вести сообщить давайте сначала с койотом перетрем кают необыкновенно бледно ее голос дрожит что это было женщ что что это было женщина это она обращается интересно ко мне что это было женщина что это было черт его дери а ты сама все видела просто прощает своих последствий в жуков а это были жуки огромные гребаные жуки все общие здравствуйте проведут идеи ну ты сама все видела все кто возглавляет сестра сэма у отца я знаю в это трудно поверить жуки огромные бессмертные жуки ее бьет дрожь но она берет себя в руки усилием воли ладно плевать теперь я хочу убить эту женщину еще сильнее чем раньше если ты устроишь за ней ходу не забудь позвать меня ладно я приду и вооружусь до зубов договорились ну ладно бывай бывай-бывай нам еще кстати продать какой-то предмет нужно будет не помню кому но сейчас всех обойдем давайте шире у шерри много заказов но когда она видит тебя она при встает на цыпочки и разговаривать вам приходится поверить голову завседатые в рассеевшейся у стойки бары Привет, Тостя. Какие новости? Привет, Шерин. Слушай, нам нужно поговорить о Шине. О Шине? Что с ним случилось? Всё плохо, Шерин. Она смотрит тебе прямо в глаза. Скажи мне правду, Тостя. Я девочка из пустошей. Шин мёртв. Пока я не могу посвятить тебя в подробности, это слишком опасно, но тебе следовало это знать. Боже мой, Шин. Она смотрит завсегдатую бару и переводит взгляд на бутылки за стойкой. Через несколько секунд она берёт себя в руки. Спасибо. Может, мы поговорим об этом позднее. Она продолжает обдумывать услышанное, потом что-то припоминает. Ах да, чистюля Джонни попросил тебя зайти к нему, как только ты появишься. Сказал, что кто-то хочет с тобой переговорить. Мне показалось, он сильно нервничал. Он дожидается тебя внизу. Он не сказал, кто это был. Я спущусь в подвал чуть позднее. Чистюля Джонни нервничал. Вот это да, хорошо, я с ним говорю. Ну окей, давайте так. Она выглядит очень усталой. Да, хорошо. Тикс, Джон Борлетт. Что ты мне скажешь? Всегда рад тебя видеть, о мае! Поговорили. Отлично. Бежим дальше. Побудотворный. Да, разговор. Когда ты подходишь к этому человеку... Это не правда. Это божество. Я не ударил ее. Я не ударил. Дух из-за-сан 712 рублей прислал. Монет на обед написал. У нас новый звук на донатилке. Тоже классика, классика. Замечательная классика. Я вижу классическую морду Томми Вайса. Но он там... Это знаменитая его фраза сопровождает. Донат. I did not hit her. I did not hit her. I did not... О, хай, Марк. Вот это такая вот тема. В общем, самая-самая короночка Томми Вайса. Спасибо, док из-за-сан. Рад тебя приветствовать. Мистер Джонсон. Когда ты подходишь к этому человеку, он окидает тебя оценивающим взглядом. Его аккуратная прическа, начищенные туфли и дорогой костюм смотрятся в пустошах довольно странно. Ищешь работу? Если тебе срочно нужны деньги, у меня есть для тебя простое поручение. Деньги всегда нужны. Он ухмыляется, демонстрируя два ряда неестественно белых зубов. Диана. Как я уже говорил, ничего сложного. Ваша задача обеспечить вооруженный эскорт... эскорт ученому по фамилии Саада. Мои наниматели заинтересованы в том, чтобы заручиться его поддержкой. К сожалению, в настоящий момент мистер Саада находится в лаборатории, принадлежащей корпорации Рен Раку. И его текущий работодатель вряд ли позволит ему сменить место деятельности. Моих нанимателей это не устраивает. Так... Такие дела. То есть наша задача обеспечит безопасность мистера Саада, поскольку его текущий работодатель ставит под угрозу право человека самому убирать себе место работы. Короче, ты хочешь, чтобы мы его похитили. Не проблема, если мы сойдемся в сцене. Мой ответ. Нет, как-нибудь другой раз. Слик. Так... 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 Ну, не проблема, если мы сойдемся в сцене... Не сомневайся, услуги подобного рода хорошо оплачиваются. Однако действовать следует быстро, поскольку утром Рен Раку перебросится Аада в лабораторию на другом континенте. Он никогда не вернется в Сиэтл. В настоящий момент он находится в плохо охраняемом бункере в пустошах за городом. Уже несколько недель туда доставляют контейнеры неизвестно с чем, и, насколько мне известно, пока еще не поняли, что за ними наблюдают. Но это ненужные подробности. Нам нужен Саада, пока он не утек. Как я уже сказал, место не слишком хорошо сохраняется. В настоящий момент на объекте находятся горстка плохо вооруженных охранников. Выбей дверь, разбросай их в разные стороны, возьми Сааду в охапку и тащи сюда. Если ты это сделаешь, я заплачу тебе 9 тысяч... Он пронзает тебя взглядом. Предупреждаю, торг здесь неуместен. Так, договорились, показывай деньги. Я заплачу только после того, как ученые окажутся в безопасности, и никак иначе. Я сброшу координаты лаборатории на твой комлинк. Найди команду, найми команду и отправляйся туда как можно скорее. Освободите Саада, передайте его в руки моим нанимателям. Их транспорт будет ждать вас неподалеку от этого места. Как только Саада окажется у них, возвращайся, и я передам тебе деньги. Вот такие дела. Побочка появилась какая-то. Внезапная. Как некто Бобби у нас тут еще. Эй, подруга, мы встречались? Уверен, что мы уже встречались. Я люблю заводить новых друзей. Без проблем. Нужны стимуляторы? У меня есть все, что принимают наемники. А также то, чему паруются девочки, таксисты и сараримены. Сараримены. А тебе, как бы сказать, можно доверять? Никому нельзя доверять так, как стариня Бобби. Кубота сожрет меня живьем, если я начну загонять ее клиентом в ту-вту. Покажи, что у тебя есть. Ну, короче, хрень какая-то. Я это все равно не покупаю. Бобби мне без надобности. Вот это да. Вот, Ван Грасс еще стоит. Ему, что ли, можно продать этот данный или что у меня там? Да, вот, есть. Приветствую, друг. Я занят и поэтому надеюсь, что ты отвлекаешь меня не просто так. У меня есть список всех политиков, которых всеобщим ростом удалось покупить на настоящий момент. Да, я могу найти покупателя для информации подобного рода. Впрочем, доказать подлинность такого списка будет весьма непросто. Как насчет двух тысяч? Так, у нас есть тут вообще стили общения, прокаченные все. Все стили прям. Да, остается выбрать. Имени Бранк Хвейна нет в этом списке. Мы оба знаем, какие деньги он будет готов за него заплатить. Раннеры. Через несколько дней эта информация сильно вырастет в цене. Ну, давайте про Бранк Хвейна. Какая разница? Разумно. Хорошо, я предлагаю тебе три тысячи. А, все. Не то, что предлагает. Я уже забрал их. Окей. Мистер Клюви. Тостя. Я уже негде был искать помощи. Быть за ними, если бы миссис Кубота не приютила меня. Не сомневаюсь... Не сомневаюсь, ты сумеешь положить конец тому, что происходит за их стенами. Чем бы они ни занимались там на самом деле. Можешь на это рассчитывать. Прижми их как следует. Сохраняемся на всяких случаях. Мистер Клюви клевый. Опа. Ваня, ты на каких наркотиках сидишь, чтобы делать выпуски истории серии размером с фильм? Ну, наркотик называется «Мне есть что рассказывать», я об этом рассказываю, поэтому... Пока есть что говорить, и я не лить воду, собственно, там, где будет место, там я буду такое делать. Видалили, говорят, еще рано. Да, я понимаю, пока еще не иду. В какой-то веке доктор Кассен не погружен с головой в работу. Более того, она отложила в сторону все свои дела и внимательно на тебя смотрит. Не исключено, что до нее уже дошли слухи о том, что тебе пришлось сделать, и что только предстоит. Я рад, что с тобой все в порядке, Тости. Я опасалась, что мне придется собирать тебя по частям. Полагаю, мне не удастся убедить тебя бросить все и найти менее опасную работу. Или, по крайней мере, отложить свои планы, чтобы как следует выспаться и, наконец, нормально поесть. Никто не должен умирать голодным и усталым, так? Начнем с того, что никто вообще не должен умирать. Во всяком случае, если у него есть выбор. Хотя, кого я пытаюсь убедить? Я хорошо знаю вас, раннеров. Предостережение вас не остановит, а запреты заставят прыгнуть дракону в пасть еще быстрее. Как дети, малый, честное слово. Так что поступай, как считаешь нужным. Но дай знать, если я вдруг смогу продлить твою жизнь еще немного. Так что здесь вообще творится, доктор? Начнем с самого начала. За последние несколько дней я потерял одного пациента и едва сумела спасти другого. Я также узнал, что человек, который называл себя представителем медицинской профессии, совершил первое из этих убийств. А теперь выясняется, что еще один человек, который должен был возвращать людям здоровье, вместо этого подвергал их чудовищным пыткам. Честно говоря, и этого почти достаточно, чтобы я утратила последнюю веру в человечество. Но я ее не утратила. Я помню, скольких людей спасла миссис Куботова, когда приютила их здесь, в Союзе. Я помню, как безнадежные на первый взгляд подонки наподобие того же Пака рисковали жизнью, чтобы спасти тех, кого любят. Я помню, что в мире еще остались те, кто готов встать на пути убийц и злодеев. И тебе просят передать, что у тебя, походу, чат сломался. И я на него смотрю, и он, походу, правда сломался. Ну вот сейчас заодно, видимо, и цвета обновятся. Сейчас починим. Да. Эть, ну-ка, теперь вроде должен работать. Напиши-ка что-нибудь. Или кто-нибудь, напишите. Курлы. О, появилось. А-а-а, так. Все, починил. Возвращаюсь. О, и цвета починились. Да. Найс. А именно поэтому я не собираюсь тебя отговаривать. Ты делаешь неприятную, грязную и в то же время необходимую работу. Мне остается лишь надеяться, что невинные люди не попадут под перекрестный огонь, когда дело дойдет до драки. Мне бы хотелось... Мне тоже хотелось жить в лучшем мире, но приходится иметь дело с тем, которое у нас есть. Ну, так вот. Я знаю, сделай все возможное, чтобы мир стал лучше. Пусть ненамного. Мне бы хотелось проснуться в этом немного лучшем мире. Какие-то странные философские... Философско-кухонные разговоры. Ну да ладно, скажи, я могу чем-то тебе в этом помочь? Медикаменты, киберимпланты... Нет, ни того не надо, ни другого. Это все. Это все... Медикаменты бывают лишними. А у меня на складе вроде еще валяются. А, окей. Так, Алджернон и Мак нам не нужен. Этот товарищ тоже... Ну, блин, ладно. Пройдемся на всякий случай. Будут ли сюжетные какие-то диалоги? О, что здесь... Народ продолжает, короче, подходить. Всем привет, но вы прибывшим. Да, всем привет. Так, быстренько... Слушай, маджик дилер почему-то непереведенный. Ну да, там 1 абзац что-то упустили. Так, ну в общем, это просто досужие разговоры. Закруглили. Эрик тоже нам что-нибудь сейчас расскажет. А, нет, Эрик ничего не расскажет. Окей. Пошли дальше. Груберман. Эй. Так, Груберман тоже. Ничего толкового не расскажет. Дэвид Фрай, младший. Пока ничего. Все окей. Так, еще раз сохранюсь перед Джонни. На всякий случай, мало ли что он нам тут сейчас расскажет. Страшного всякого. Чистилю Джонни. Джонни стулится над своим верстаком, лаская пальцами кибердеку. Похоже, он чем-то обеспокоен. Когда-то он поднимает на тебя взгляд, в его глазах ясно читается подозрение. Вижу. У тебя появился новый друг. Ага, я вообще легко завожу друзей. Вон к нему. Похоже на то. Твой новый приятель обитает в Матрице и называет себя Бароном Саммеди. Он задавал о тебе вопросы в Сумеречных Землях. Узнать его нелегко. На людях он появляется в виде черепа в цилиндре. Я понятия не имею, что он хочет. Но настроен он весьма серьезно. На твоем месте я бы уделил ему внимание. Деккеры могут изрядно усложнить человеку жизнь, если захотят. Что ты знаешь об этом, Бароне? Когда Джонни перестает притвориться уборщиком, он выглядит старше, хладнокровнее и гораздо опаснее. Я навел справки, но узнал немногое. Он появился в сети относительно недавно, хотя новичком его никак не назовешь. Успел заработать репутацию отчаянного матричного ковбоя, но он никогда не ходит на дело сам. Он предпочитает работать на расстоянии. А его имя Самеди, что он узнает? Ча-ча-чает? Барон Самеди это Лоа, гаитянский дух Вуду. Его называют владыкой перекрестков. Он стоит на распутии между миром живых и миром мертвых. О, Господи. У меня еще не доводилось слышать о духах в Матрице. За свои годы в Матрице я повидал много разных аватаров. Бесчетное множество. Я считаю, парень выпендривается. Строит из себя крутого. Пытается создать репутацию. Когда именно он начал меня искать, он уже час спамит вопросы в Сумеречные Земли. С одной стороны, он новичок, а с другой стороны, о нем сейчас говорят все. Даже такие декеры, как Плут, признают, что он достаточно талантлив, чтобы не сбрасывать его со счетов. Похоже, терпение в число его достоинств не входит. Мне следует о чем-то знать. Может быть, обсудим от того, как я с ним поговорю. Те, кстати, предлагают делать какую-то побочку. Ну, это про эскорт. А! Да, наверное, имеет смысл. Что такое Сумеречные Земли? Место, где раннеры собираются, чтобы перетереть за жизнь. Обсудить дела, кто чем занимается, кто ищет работу, какая корпорация вает с другой. В общем, место, где идет разговор обо всем, что касается раннеров и способов, которыми они зарабатывают. Если бы мне было интересно, кто ты и чего добиваешься, я бы начал задавать вопросы именно там. Знаешь что-нибудь об огромных волшебных и бессмертных жуках? Это шутка такая? Нет, час назад мы наткнулись на такую тварь под зданием всеобщего братства, огромное, как два тролля. В каком смысле бессмертных? Мы не сумели его убить. Не знаю, Тостя, куда вы залезли на этот раз, но залезли вы по самые уши. Судя по тому, что я знаю, братство имеет глаза и уши везде. В правительстве, в корпорациях, в армии, полиции. Так что не теряй обительности, особенно если у них на тебя зуб. Ну, кстати, чат не починился, чат стал фиолетовым. Ну да. Странно. Почему так? Ну да ладно. Ладно, дай знать, когда соберешься, я проведу тебя в матрицу. Я уже открыл портал в Сумеречной земле. Так, спасибо, я скажу, когда можно будет идти. Пошлите побочку выполнять, окей. Надеюсь, это не займет много времени. Так, мистер Далила нам нужен же, да, для побочки, я так думаю. Давайте сохранюсь так, ручками. Или сразу на выход идти. А, ну вот, да, мне нужно собрать команду для набега на лабораторию Ренраку. Окей, давайте соберем команду. Ем курицу с хлебом, смотрю стрим с Глебом. Отлично, все правильно делает человек. Так, ну койот, как самую бесплатную, берем. А что, мы больше никого не возьмем, что ли? Упс. Что, мы вдвоем пойдем, что ли? Так. Мы пойдем вдвоем. С койотом. А, вот нефилим еще есть. Выгоревший маг. Адепт битвы. Боевой декер. Боевой риггер. Кибернетический воин. Так. Ну вот, давайте его возьмем. Ем котлету с гречей стрим, вижу человечий. На такую миссию хорошо взять одного риггера, его дроны пригодятся. Да? Ну, ладно. Давайте возьмем риггера. Так, вот, боевой риггер. Наземный дрон огневой поддержки, все равно, что еще один раннер в команде. Летающий дрон поддержки, оснащенный гранатами и висцинским комплектом. А стреляет он? У, у него ремингтон на 18. Да, берем. Хороший. Хороший парень. Мне понравился. Ладно, поехали. Флэшмоб продолжается. Пью квас хлебный, смотрю хлимг-стрим глебный. Отправиться в лабораторию Нраку по поручению мистера Джонсона. Предупреждение, вы можете нанять еще одного или нескольких раннеров и уверен, что хотите начать задание. Да, втроем справимся. Надеюсь. Ну, по сути, у вас получится четверо. Если дроны считать. Да. Операция по извлечению. Ты погидаешь район, в который отваживаются заглядывать туристы, и направляешься в пустоши. Очень скоро цивилизация остается у тебя за спиной. С каждым шагом существующий порядок отступает под натиском хаоса, анархия в ее первозданной чистой форме. Власть правительства, деньги, корпорации, влияние средств массовой информации, и ничто из этого не имеет значения здесь. Посреди серой пустоты, испещренной останками небоскребов. Она источает запах безнадежности. Где-то посреди этого унылого ландшафта скрывается исследовательская лаборатория корпорации Ренраку. Скорее всего, в ней идет работа над технологиями, которые могли сохраниться после взрыва атомной электростанции Шааваси, или кризиса, который поставил на колени компьютерную индустрию в 2029 году. Через какое-то время вы приближаетесь к ее входу. Определенная исследовательская станция знавала лучшие дни. Здесь нет электронных систем безопасности, только обычные охранники. А тем временем флешмоб продолжается. Пью чай с лимоном, а с рифмой не дружу. Кот лежит на диване, а я смотрю стрим с Ваней. Чай с беляшом кушаю, фоном стрим слушаю. Эй! Слушайте, ну мне нравится. Так, гранатки, аптечки, дроны. Мы просто в полном порядке сейчас их разнесем. Нафиг. Чую с кухни запад котлет, жду, что мне принесет стим гейм гантлет. Я пью чай и вафли жру, смотрю стрим на стоп гейм ру. Е. Лихой способ, короче, узнать, кто чем занимается этим вечером. Попил я холодной водицы, теперь подкашливаюсь опять нафигом. И чё. Так, ну а мы сразу в помещении. И сразу в пошаговом режиме. Значит, не за горами. Стычка. Сохраняемся. Ласт оф ас играю, просто в гейм не забываю. Оп, попался. По-моему, в ласт оф ас-то можно и без фонового чего-то играть вполне. Переключись сразу к ригеру, чтобы активировать дрона. Ну, ты уже убежал, окей. А как это делается? Дроны, дроны, дроны не успели. А, во. Так, стоп, вперёд, следует за хозяином. Они, в смысле, то есть они сами как бы, да, воюют. Ну, вперёд. Следует за хозяином. Всё нормально, у меня включено вроде. Написано, следует за хозяином. Значит, нормально всё. А, вот, включил. Включил. И, ага. Вот, всё, понял. Окей. И эту тоже включил. Интересная система, откровенно говоря. А, давай, да беги. А-а-а, это ты. Это ты катаешься у нас тут. Ладно. Так. Лётчик на лётчик. А, у него гранаты. А-а-а-а. Так. У него много гранат. Так. П-п-п-п-пу. А стрелять-то он умеет. Яна, перезарядка, да, есть? Так. Ну-ка, посмотрим. Расстояние М. Так. Ты чё, не видишь, что ли его? Креново. Ладно. Так, С-ка... Блин. Расстояние С, М. Здесь, наверное, М. Или С. Наверное, С достаточно будет. Оп. Да, действительно, достаточно. Такс. Кушаю макарошки с курочкой, слушаю стрим с Шурочкой. А кто из нас Шура? Не, может, он с Шурочкой сидит и смотрит. Вдвоём они. Он и Шурочка. Ну, вариант. Да, окей. Хотя, возможно, он нас вообще врубил и не смотрит, и не слушает. И врубил какой-нибудь другой стрим? Или запись вообще? Такс, такс, такс. А-а-а. Угу. Окей. Такс, поехали дальше. Сохраняемся. Ага. Никого. Чудеса какие-то на виражах. Сейчас она выбегает ещё. Я не сомневаюсь. Занимаюсь прокрасти... Прок... Занимаюсь прокрастинацией и смотрю стрим по вторжению в корпорацию. Ну, вообще, мы вроде не в корпорацию сейчас вбал... А, нет, в корпорацию вбаливаемся. Да, всё правильно. Спасаем учёных. Нормально, окей. Да, конечно, риггер — это хорошо, но очень уж медленно и... Опа. Ага. Неожиданный поворот событий. М-м-м-м, окей. Напали откуда-то сбоку? М-м-м, да. А-а-а. Сзади. Окей. И там один риггер стоит. Ага. Ну ничего, сейчас мы его отобьём. Сверху вентиляция. Сверху вентиляция? Да. Ну... Возможно, через ту дверь, через которую они пришли, можно куда-нибудь залезть. А-а-а, она неактивна, я просто не могу её открыть, и терминал не могу с терминалом взаимодействовать. Ну, видимо, сначала надо всех убить будет. А потом куда-то лезть. Интересно. Попадёт он в моего героя или нет? Эм... Попробуем, давайте. А что у него ничего нету, да? Только стрельба, и всё. Для дронов... О, попал, мне хрен, насилие. Чтобы попасть по ту сторону комнаты в качестве отвлекающего маневр. А-а-а, во, да, вижу, во-во-во, вижу активную точку для дрона. Но это для летающего только, я так понимаю. Ага. Хорошо. Так, ну пускай летун здесь остаётся. Вот так вот даже. И ем черешенку отменную под атмосферу фенную. Замечательно. И всем спасибо за тёплые слова про... Рокстаров, вчерашнего. Да, отличная работа. В чате много пишут. Чё тут скажешь? Отличная работа. Полтора часа мне пришлось осматривать. Проверяю. Ну, кстати говоря, если уж мы затронули эту тему, для меня вообще первый и второй макс как-то слились воедино, откровенно говоря. Ну, только вот после просмотра я уже восстановил для себя какие-то в памяти детали и... Ну, какие-то отличия определил и всякое такое прочее. А вот до этого мне кинь пару кадров из двух этих игр. И я мог бы, наверное, перепутать. Где из первой, а где из второй. Там лицо-то, я думаю... Не, ну, лицо-лицо-то, конечно, но я имею в виду локации, события и прочее такое. Это уже, да, это уже. Ну, мне это не так близко, потому что я-то первую часть, как бы, как купил, я её тем же летом, там, что-то на пять кругов перепрошёл. При том, что ещё, как бы, в процессе прохождения я любил, как есть там несколько мест по сюжету, не сюжету. Короче, в процессе, вот, в самой игре, которые мне сильно нравились, поэтому я перед ними делал отдельное сохранение. И такой, пройду с пистолетами, пройду с дробовиком, пройду так, пройду сяк. И, в общем, много экспериментировал и бесился я. А вторая часть как-то вышла, я её поиграл-поиграл, так как он жил. Вот это я вырежу. А, Ваня, Глеб, на каких стримах по ей требуете присутствовать? Ну, я там буду, я непосредственно на Е3 еду. Я, если про конференции речь, буду на Xbox, на Sony, на Ubisoft. На Ubisoft в этом году не будет, Аиша. Да ладно. Да, там где-то промелькивало новость, и я такой, и что, Ubisoft в этом году не смотреть, что ли? К сожалению, на беседку я не попадаю. Меня приглашали два года подряд, когда я не ездил на Е3. А в этот раз, когда я поехал на Е3, мой адрес почтовый где-то затерялся, и в итоге мне приглас так не пришёл. Я панику поднял слишком поздно, и, в общем, пролетел с конференции Bethesda. Ну, конечно, главное, что... Ну, не то чтобы главное, но всё-таки меня больше всего интригует Sony конференция. И даже не то, что интригует, у Sony реально масштаб такой прям, ну... Тяжело, наверное, понять это по прямой трансляции, но я вот когда был в 2014 году, воочию всё это наблюдал. Это, знаете, как концерт в каком-нибудь рок-варьете и на стадионе. То есть вот примерно такая разница между конференциями всех компаний и конференцией Sony. Ну, я, может быть, утрирую, конечно, но такие вот ассоциации приходят на ум. Ну, в этом году, говорят, будет опять хорошо, как в прошлом. Потому что там что-то какое-то интервью президент Sony давал, или не президент ли, я уж не помню. В общем, кто-то из важных чуваков. И он сказал, что, типа, ну, вам придётся первые 10 минут послушать этого Шухея Йошиду, который выйдет, поздоровится, всем там, пошутит что-нибудь. А потом будут опять игры, 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 игры. Ну, я с нетерпением жду демонстрацию этого геймплея Death Stranding, вроде как, должны показать. Ну, я, честно говоря, ставлю на то, что будет ещё один трейлер. Ну, вот я и слышал. В плане геймплея я сильно жду Red Dead Redemption, но почему-то проскакала новость, что, типа, Red Dead Redemption на этой Е3 вообще не будет. Что меня несколько озадачило. Ну, вполне вероятно. Ну, фиг знает, по-моему. Ну, ладно. Ну, ааа, я хочу Red Dead Redemption. Я, потому что как раз вот прошёл первую часть, и она прям, ну, она, она клёвая, она божественная. Хочется сразу добавки. Так, у кого там гранат много? 16 урон. Орк прямиком из XCOM в упор из дробаша мажет. Мажет. Да. Есть такое. No Man's Sky 2. Ну, вообще, чё-то, я думаю, вряд ли после скандалиссима с первой частью будут пилить No Man's Sky 2. К тому же, они там, насколько я понимаю, ещё не закончили свой план по улучшению первой части. Ну, да, конечно, вряд ли так рано поется. Bloodborne 2, ну, Bloodborne 2, это вот такое, короче, я о нём мечтаю, я его хочу, но я очень сильно сомневаюсь в том, что он вообще будет, и тем более в том, что его анонсируют прям вот здесь. Нифига, вальнул, улетающий дрон чувака. Красавчик. Перезарядка. Да, слушай, ригерство, прикольная тема. Ещё раз я убеждаюсь, как много граней в прохождении здесь, в геймплейных методах. Так, ладно, сохранились. Чё мы тут в терминале? Откопаем. Ещё я, кстати, отметил то, что электронные карты на самом-то деле делают вообще доброе дело, выводя своё мероприятие за рамки E3, создавая собственное, потому что они тем самым разгружают график, и, ну, потому что игр у них много. А, у них своя же. Ну, да. Я потому что сижу, смотрю на эти самые, на список конференций. Ну, да, у них там показ был с 10 по 12 июня, а когда конфаль будет, не знаю. Мне ещё, по-моему, финальных всяких этих подтверждений не приходило до сих пор. Этому терминалу разрешен доступ ко всем административным командам. Просмотреть файлы. Ты обращаешь внимание на список недавно измененных файлов и зашифрованную базу данных. Открыть журнал исследования такой-то. Сегодня мы получили дозорных, доставленных из Шанкси. Всех восьмерых, как и было обещано. Каждый день им колют успокоительные препараты, которые не позволяют их взгляду калечить нас и отнимают у них желание грызть оборудование. Мы всё ещё подбираем оптимальную дозу. В идеале сонливость не должна сказываться на их боевых качествах. Я всегда нервничаю, когда в лаборатории появляются опасные подопытные. Чуть ошибёшься с дозой, они оторвут тебе руку. Кроме того, никогда не знаешь, в какой момент дорогое начальство примет решение о ликвидации проекта, зальёт двери бетоном и позволит им нас же сожрать. Состояние здоровья у некоторых пробуждённых дозорных вызывает у меня опасения. Результаты первичного осмотра. Подопытные один здоров, второй умеренно здоров, третий умеренно здоров, четвёртый здоров, пятый болен. Шестой умер. Шестого нету. Так, дальше. Сегодня заканчивается вторая неделя предварительных тестов. Некоторые подопытные демонстрируют необыкновенный интеллект, и с лёгкостью отправляются с головоломками за рекордно короткое время. Подопытный 4 показывает гораздо лучшие результаты, чем его собратья. Его время реакции и когнитивные навыки можно сравнить с аналогичными показателями, наблюдаемыми в шипанзе. Работодатель будет доволен, если мы сможем добиться тех же результатов от его потомства. Я взял образец его генетического материала просто на всякий случай. Завтра мы начинаем вырабатывать у подопытных агрессию, и что-то может пойти не так, как планировалось. Дальше. Проект пробуждённый и дозорный практически завершён. Испытания на людях начнутся в течение ближайших 60 месяцев. Я уже обсудил с Тиром обстоятельства их проведения. Оценка когнитивных способностей пробуждённых дозорных. Объекты 1 выше среднего, 2 низкие, 3 средние, 4 очень высокие, 5 очень низкие. Не знаю, надо запоминать это всё или нет. Да, я думаю, нет. Это просто типа инфа к размышлению. Останьте терминов покоя тогда. Промелькнёт ли, господи, боже мой, в истории серии Agent. Ну там инфы очень мало, я о ней упомяну. И та инфа, которая есть, плюс там 3,5 скриншота, которые утекли, собственно, под них я её коротенько расскажу. Я уж не помню в каком, в какой округе, какого выпуска это будет. Так, какая-то вонь тут у койот случилась. Так что, видимо, нас ждут какие-то звериные противостояния. Она просто пукнула, эй! Так, надо полечить нашу героиню. Упс. Отлично. Так, койот, давай подбегай-ка сюда и перезаряжайся. И это тоже перезаряжай. Всё, перезарядила. Молодец. Ригер пока бежит. Бежит и бежит, бежит и бежит. Все делают дела, а Ригер пытается их догнать. Приятно, что у этого дрона наземного либо большой боезапас, либо его вообще перезаряжать не надо, я так и не понял. Ну, во всём случае, перезарядка, но с ноликом значится, не знаю почему. Перезарядить за ноль. Ну да, за ноль перезаряжается. Прикольно. Быстро и легко. Вопрос к вам, ведущий. Какая часть Макса Пэйна лучше всего передаёт преодолевание превосходящих сил противника? Да я не помню, я уже сказал то, что для меня они во многом смешались. Я ещё помню, здесь какие-то мутировавшие немного личности, судя по всему. Какие-то светающими над ними зелёными сгустками. Я ещё помню, мы играли с пиратской озвучкой в первую часть. Тогда ещё диски, я помню, на прилавках лежали Максим Перепелийцин, что-то такое, как-то они там назывались. Макс Пэйн переводили так. И я запомнил на всю жизнь эту великолепную фразу бандюганов. Когда-то там проходил, ну, практически на протяжении всей игры они встречались, эти бандиты. И они кричали, это Пэйн, убей, суку! Вот это я прям запомнил. Постоянно они выдавали эту фразу. Эй, корпоративный маг. Кретины, вы же напали на лабораторию Ренраку! Да вы хоть знаете, что такое Ренраку! Ну да, корпорация, которая принесёт большие убытки в этом месяце. Ничего личного, Мерлин, это работа. Перебей цену заказчика, я отпущу тебя целым и невредимым. Ой, котик, не идуйся, разойдёмся по-хорошему. Тебе дали денег, мне дали денег, отойди от двери и всё будет чики-чики. Идиоты, я держу здесь свою грёбаных василисков! Нам понадобится гораздо больше, вам понадобится гораздо больше стрелков. Да, хорош. Ну блин, прервали, я не добежал до укрытия. Чё за дерьмо. Подопытный грёбаный василиски. Да, слушай, ну похоже их пять будет реально. Ну ладно. Фен, Глеб, чатик, у кого есть геймерское кресло? Посоветуйте марку, хочу прикупить, а то кресло, что я стырил с работы, уже дышит на ладо. У меня нет геймерского кресла, у меня обычное офисное. У меня тоже, я вообще не знаю, что такое. А, ну это поди там с какими-нибудь подушками под эту самую, под голову. Ну там они типа эргономичные, дофига и всякое такое. Ну, короче, у меня даже по меркам офисного кресла полный минимализм. Вот. Поэтому ничего не могу подсказать. Ну, промах, сука. Так, эссочка. Осторожно, Василийский, буду тебя парализовать на один ход. И традиционная просьба, Глеб, пожалуйста, озвучивай игры и фильмы. Озвучивай игры и фильмы. Да. Такая студия одноголосой озвучки. Да, вряд ли. У меня ОМОНа во втором Максе. В смысле, у меня во втором Максе в подъезде играл Сектор Газа, ОМОНа в ванне пел, ромашки спрятались. Да. Чего только не делали с игрой, однако. Не, я из всей вот этой темы помню только то, что в какой-то пиратской версии ты доходил до этого самого, до Рагнарёка, и игра вылетала. А, да-да-да-да, был такой. А, да-да-да-да-да-да-да. Уровень декерства. Пятнадцать критический. И чё ты делаешь? Лечишь, скотина такая. Василис поскакал, поскакал, поскакал. Куда какой-ли? Ретивый какой. А, слушайте, это только летучий дрон мог ящичек открыть. Ладно, потом-то, да. Что, Василиска, это втораянная ящерица? Ну, здесь это не очень похоже на ящерицу. Четырехлапый, не знаю, типа ящеря. А, не, подопытный номер пять. Ну, окей. Так, гранаты спрятались. А в ней фильм вкатил Волберг, хорошо отыграл, плюс сюжет, норм, да и экшен. Окей. Так, ладно, давайте тогда вот этих вот обездвижим друзей. Пойдет. Василиска, это куро-ящер. Ага, так, велька. Ага, девяносто один. Ну-ка. Назнакомлюсь тут в Гоге с душевной коллекцией игр от СтопГейм. Интересно, а кто составлял список? Ну-ка, коллегиально. Да, по-моему, все накидывали. И, видимо, Костя потом просто отобрался. Ну да. Список все это. Самых достойных, адекватных. Так, Василиска закончился. Это радует. Мага еще б мочкануть нам. Так, так, так. Один. Сейчас Риггер пробежит, разберется. Ну, давай, попадай. Ну, а 16 неплохо уже. Что, опять летишь, что ли будешь, а? Вот скотина. Полечил опять. Откат. Такс. И, да, на Гоге есть список. Там, по-моему, сейчас какая-то распродажа или что-то в этом духе. И, собственно, там должен быть список и от нас, и от других разных изданий. И, наверное, людей отдельных тоже понятия не имею. Глеб опасно, так кучковать соратников, могут кинуть гранату. Да, я понимаю. Но ничего не могу с собой поделать. Да я их обездвижу, так что все нормально. Про Red Dead Revolver, револьвер-даб, я буду рассказывать. Ну, там не то, чтобы много чего есть рассказывать, поэтому... Основной фокус того выпуска будет, разумеется, на Red Dead Redemption. Да ё-моё, Ригер добежал, выстрелил и промахнулся. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. К продолжению этой миссии. Ну, там их пять было. Ну, да. Соответственно, остается еще четыре дракона. Если только один был убит. Так, а вот этот летчик-залетчик, пускай подлетит сюда. Чё это, чё это за ящик? Чё он может с ним сделать? Ничего не может? А кто может? Чё, не понимаю. Бзю-бзю-бзю. Только декер может быть, наверное, да? Ну, там какая-то техника, да? Чё-то по всему. Ой. Так. Где посмотреть-то, ю-ва, эти таланты? Да. Я не ударил ее, это не верно. Это божество, я не ударил ее. Я не ударил. Ну, привет, Марк. Шимель прислал 300 рублей, а вы будете проходить остальные игры из серии Shadowrun? Ну, в рамках Steam Game Gauntlet получается, что нет. Но, в целом, в целом, я подобную возможность не, как бы, как это, не отвергаю. Если будет позволять когда-то время, я бы с удовольствием. Либо декер туда может влезть, либо ригер с прокачанным декерством. Ну, а я вот не пойму, как посмотреть эти... А, вот, наверное, вопросительный знак. Нет, нет. Чё за дерьмо? Как так-то? Почему я забыл? Ну, точнее, ничего. А, вот. Вот эту я забыл. Так, силы 4, чё тут декерство, декерство, декинг 0. Всё, понятно, забыли. У-у-у, там ребята вон стоят, ждут нас, понятно всё. Через окошко можно стрелять, интересно? Так. Ну, это была бы, кстати, удобная позиция. Издалека начал полисть, пока нет возможности такой. Ну, значит, ну, вообще-то... А, нет, подсветка это была другая. Не-не-не понятно, то ли есть там окно, то ли нету. Точнее, не окно, а стекло. Нет, говорят, нельзя стрелять через эти окна. Ну, сможешь зато устроить 300 спартанцев, встать в дверях, пусть все туда ломятся. Так, ладно. Ну, как сделаем-то вот сюда? Перезаряжаемся. Перезаряжаемся. Так, подбегаем. Так. Перезарядили всё. Так, подбегаем. Не перезаряжаемся. Ставим на Overwatch. Перезаряжаемся. И подлетаем. Всё, я готов. Выпускайте Кракена. 60-60. Изи-пизи. Lemon Squeezy. Глеб Иван, как вы считаете, насколько успешной, по вашему мнению, оказалась бы онлайновая World of Darkness, если бы её не закрыли? Да я слабо знаком с этой игрой, и поэтому вряд ли здесь могу что-то умного сказать вам. Вот, схожая ситуация, понятия вообще не имею, что это такое, где-где, как, откуда, когда. Такс. Darkron опять предлагает философствовать. Что такое смысл жизни, чтобы вы делали, если бы его потеряли? Ну, если потерять смысл жизни... Существовать, наверное, пришлось бы. Фигурка, короче, по-моему, смысл жизни в самой жизни. Если ты теряешь смысл жизни, значит, просто сдох. И, как бы, ну, ты потерял смысл жизни, ты сдох, всё, я мёртв. Чё, я могу ещё и делать? Ну, да. 24. Ах, ты сволочь, они шм... Ой, что это было? Ну, это было по тактону, сейчас Василиска действовал. Он обездвижил Ригера, у которого одно очко действия всего. Не-е-е-е. Не-е-е. Не-е-е. О! Чё, всего три, что ли, была? Ну-у-у, вот это да. Давайте сохранимся тогда Так, ничего здесь нельзя Цену прихватить с собой Давайте, подбегайте, ребят Вот он Наша цель Сада Ученый глядит на тебя расширенными от ужаса глазами Вы кто? Зачем вы это сделали? Ты Сада А если я откажусь, тогда с тобой будет то же самое Да, да, я Сада Значит, вы из ацтехнологии? Ацтехнологии? Я же сказал им, что их предложение меня не интересует Какая-то разница, что одна корпорация, что другая И это все? Вы вот так вот просто отдадите меня им в руки? Господи, эти люди, кем бы вы ни были, послушайте Да я работаю на корпорацию, но вы продаете меня в настоящее рабство Как только я окажусь в другой корпорации, я останусь в ней до конца жизни Разве не я должен принимать такие решения? Да, неудобная ситуация Либо предложить перебить их сцену И что же мне делать? Отпустите меня, просто оставьте меня здесь Что ты собираешься делать? Бежать? Пока не знаю куда Но даже если бы знал, не сказал бы Так безопаснее Ну не, ребята, договор дороже денег Так что Нет, ты пойдешь со мной скрутить его по рукам и ногам и внести Так, опять у меня чатик отрубился Сейчас прочитаю Похоже, отомстить убийце Сэм будет труднее, чем поначалу А, все, это то же самое Так, сейчас перезапущу чатик Чичик Чик-чик А, ну он, кстати, достаточно давно тормознулся Окей Держи меня, Соловинка, держи Так, кто мне там это задание подкинул? Заданица Вот этот, мистер Джонсон, да? Бобби котик Мне сообщили, что посылка нашла адресата Да, это было нелегко Поэтому я и плачу тебе такие деньги Возьми этот крэдстик Твое вознаграждение там До последней Нь-э-э-э-э-э-э С тобой было приятно иметь дело Окей, 9000 пригодятся Так, Джон Барлетт В прошлый раз мне ничего толкового не сказал Повторится ли ситуация Да, повторилось Так, Бобби Не важно Ну, поехали вниз Посчитай свою карму Давайте посчитаем 8 А с какой целью вы интересуетесь? Ну, я подозреваю, прокачка Точно, я имею в виду, что это карма Че, че нужно качнуть? Зачем? Что вам нужно? Вот you buying, stranger Что ты селиваешь? Что ты селиваешь? Да Просто Отлично Нормально Господи, как я обожаю, как Глеб читает название здешней валюты Так, ну че, отправляемся в киберпространство? Ну да, я думаю, пора поговорить С тамошним чувачком Чистюля, Джонни Пожалуйста, отведи меня в матрицу Программы Программы Че, у нас нет никаких программ Никаких агентов Ничего у меня нету Поэтому Гол как закон Просто поболтать Ну да Идешь Барон Самеди Бонсуар Монами Я рад, что мы можем поговорить там, где почти нет посторонних глаз и ушей Но тебе следует с осторожностью выбирать для себя проводников Погляди на твоего друга Джонни Он расскажет тебе, что нельзя доверять всем, кого ты встречаешь в матрице О том, что ты меня ищешь, уже знают все сумеречные земли Зачем ты их заспамил? Самеди хочет поблагодарить тебя за спасение Марии и Луизы из подвала всеобщего братства Барон к ней неравнодушен Если бы с ней что-то случилось, барон не знает, что бы он сделал Он также предлагает тебе свою помощь Встреченные тобой жуки опасны, нет? Отвратительные твари Не принимать их во внимание будет глупо На кон поставлено очень много Самеди знает, что тебе нужна эта женщина Джессика Уоттс Он может помочь тебе до нее добраться И победить ее жуков И ты предлагаешь тебе доверять? Да, потому что у нас общая цель Работа нам предстоит непростая Сами дегарантируют, что она будет очень опасной Два года назад корпорация Телестриан Индастрис начала работу над некой формулой Этот проект получил кодовое название ИГИДА Исследования велись при поддержке другой иностранной корпорации Дважды они терпели неудачи, но на третий раз получили то, что хотели Несколько месяцев назад проект перешел из лаборатории в цеха и мастерские К сожалению, несколько дней назад их завод в долине Колумбия Пострадал от взрыва Возможно, причиной тому послужил индустриальный шпионаж Возможно, что-то еще Этого мы не знаем Но мы знаем, что образец формулы все-таки уцелел Какое отношение ты имеешь к Джессике и всеобщему братству? ИГИДА нужна нам, потому что она убивает жуков Больших жуков Тех, которые пытались сожрать тебя в подвале всеобщего братства Если ты хочешь вернуться туда и добраться до этой женщины Уотс Тебе понадобится ИГИДА И совершенно случайно так получилось, что Саммеди знает, где хранится последний уцелевший образец Поэтому нам предстоит работа Мы ворвемся в главное здание корпорации Телестриан Индастрис здесь, в Сиэтле ИГИДА хранится где-то внутри Мы найдем капсулу и воспользуемся этим новым оружием Ты предлагаешь мне атаковать одну из самых влиятельных копаться в этой части света? Ты шутишь? Пусть Телестриан сам с этим разбирается, раз он уже начал Почему мы не можем оставить в известность одинокую звезду? Они спотрошат всеобщее братство не хуже нас Откуда ты узнал об этой ИГИДе? Больше вопросов нет Давайте про одинокую езду спросим Одинокая езда У всеобщего братства есть связи Но связи на самом верху среди правительственных чиновников и директоров одинокой звезды Кроме того, их любят Они умеют говорить людям то, что люди желают услышать Люди нуждаются в вере У нас нет доказательств и нет времени Мы должны действовать Мне удалось тебя убедить Ты отважишься заключить союз с бароном Саммеди? Так, разные варианты, 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 варианты Ну все, все к согласию ведет Не, ну вообще вон один из последних Да, есть отрицение Ну мы конечно же согласимся Ну, мне все равно больше нечем заняться Можем проверить, почем фунт лихо Очень по-философски Жизнь все равно не имеет значения Так почему бы мне не погибнуть под градом пуль? Барона не будет с тобой скучно, монами Это означает, что тебе будет нужен деккер Это обязательное условие Он нам дал 8000 моней А как же ты? Ты с нами не пойдешь? Саммеди примет участие в событиях этого вечера Но он будет делать это издалека Он будет водить за нас правоохранительные органы Сиэтла И обманывать наружную службу безопасности Телестриана Пока вы ищите информацию И как мне попасть внутрь? Наружную службу безопасности А как же внутренняя, которая откроет для меня огонь Как только я шагну в вестибюль? Барон позаботится и об этом тоже Он отправит охранников на посты в другой части здания Если правильно рассчитать время Никто даже не узнает, что вы там побывали Но даже Барон не может подготовиться ко всем неожиданностям Поэтому тебе придется нанять команду И нанести визит в офис Селестриан Индалстрит в центре города Барон свяжется с тобой, когда ты будешь внутри Закончили диалог Выходим Джонни удивленно присвистывает Ничего себе! Телестриан Индастрис Не повезло тебе Чтобы залезть в их систему Тебе понадобится хороший декер К счастью, я знаю одного из лучших Это ты про себя? Он вздыхает Нет Я завязал, когда стал слишком стар для таких фокусов Мои подвиги остались в прошлом Некий эльф По прозвищу Плут Кое-что мне должен Не удивлюсь, если ты его знаешь Он один из лучших декеров Сьетла Даже я с этим согласен Я дам тебе его номер Ты его сразу узнаешь Он разговаривает как персонаж из романа Чарльза Диккенса Окей Окей Собственно Ага Ну давайте традиционно пробежимся По ребятам Пока ничего Так, давайте оружие посмотрим Может что-нибудь новое завезли Одиннадцать, десять, семь, шесть, двадцать два Дальний бой Шесть Да, дальний бой шесть Окей, сейчас прокачаем Как скажете Дальний бой шесть Дальний бой шесть Окей Гранаты при себе есть? Сейчас возьмем У нас там в шкафчике было Так 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 Дрободаны нам надо обновить У меня там восемнадцать По-моему А здесь есть На Двадцать два Да, оружие Ага Где мои-то? А, вот снаряжение Восемнадцать Площадной урон Восемь Шесть Патронов Восемь Патронов Пять Шесть Площадной Окей Возьмем Двадцать два Это хорошо Расстояние Шесть Десять Десять Двенадцать Пятнадцать Шестнадцать Шестнадцать Так Снаряжение Еще у меня Двенадцать Да Винтовка На дальнее расстояние Тридцать шесть Патрон На дальнее расстояние Эль 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 Вот Есть 16 Есть 15 А у нас 12 Так Тогда 16 Берем Что это Там Угораешь Ну просто Звучит Это Все Как Математика Такая Не знаю Просто числа Такие 16 12 22 Ссс 48 Я подозреваю Что людям Которые Это Как бы Смотрят У них Есть Хотя бы Какие-то Ориентиры Визуальные Потому что Они Видят Куда Ты Ты Шмышкой И Соответственно На Что Смотришь А я Это Все Вижу С Задержкой Я Вообще Не понимаю Что Происходит Ну в общем Это Мне Вспомнилось Остаться Уживых 48 15 16 23 42 Который Постоянно Повторил Так Ремингтон Убираем Этого Оставляем Товарищи После Полугода Пользования Прошкой Советую Ее Брать По-моему Что-то Когда-то Мы Недавно На эту Тему Уже Рассуждали Я Сказал Что Типа Если Вы Собираетесь Покупать Сейчас Плейстейшн 4 То Есть Смысл Брать Прошку А Не Простую А Если У вас Есть PS4 И Вы Думаете Обновиться До PS4 Про То Мне Честно Горя Кажется Нет В Особого Смысла Так Сейчас Продадим Ненужная Продать Окей Так А Шматьем Кто Торгует Не Помню А Вот Как раз Он Эрик Мерсман Давай Посмотрим Шматье Так Вот Есть Броня 10 Лучшая Защита Для Раннера Который Хочет Продвести Впечатление 10 А У меня Шестерка Но У меня Зато Смазка Кролика Ммм Лучше Наверное Я Оставлю Останусь На стороне Стиля И буду Ходить Маски Кролика Ну Вообще 6 10 По-моему 10 Изрядно Лучше 6 Ну Добавим Сложностей Окей Так Фосфорную Гранату Возьмем Одну Аптечку Оставим И че Там У нас Светошумовая Давайте Светошумовую Возьмем Окей Заставки К историям Серии Делаю Не я Делает Стрелок Потому что Я В After Effects Максимум Че умею Это Короче В 2D Анимацию Поэтому Большая часть Всего Остального На экране Это Как раз Мои Извращения Так Ну Вроде бы Все Отправляемся Да Ну В чате Никто Ничего Не Говорит Я думаю Да Фонически Не кричат Да Ты Забыл То-то Ты Забыл Все Тогда Отправляемся Мистер Далила Далила Мне нужно Собрать команду Для набега На здание Телестер Не даст Обычное Такое Дело Так Ну-ка Берем Традиционно Резидента Я Не помню Я уже Ну Наверное Да Так Нам нужен Деккер Нам нужен Деккер Нам нужен Клей Мне кстати Ригер Понравился Тот Который Мы сейчас Орудовали Давайте Его возьмем Опять Бери Плота А Плот Еще Глеб Ты забыл Сета Что Такое Сета Боевой Ригер Наш Старый Знакомый Элиф Чуть ниже Койот Был А Вот Клут Да Живая Легетом Батриц Герой В реальном мире Ух И пистолет У него На десятку Ну ладно Он Ригер О господи Деккер Деккер Ладно Ну берем Повторим Куда деваться Ну Поехали Наверное Так Никто там Против Фригера Не выступает Нет Не вижу Ну и ладно Последнее сообщение Что элиф Был чуть ниже Койота Ну Плута Мы взяли Дешевая Такая Команда У нас Получилась Ну и Хорошо На последней Миссии Может быть Не экономить Да Отправиться Отправиться в офис Телестри По поручению Барона Да Вперед Вот Конгломерат Телестри Конгломерат Изящный силуэт Небоскреба Корпорации Телестри На фоне Закатного неба Очень красив Где-то на юге Далеко отсюда Лежит эльфийское Государство Тир Тайнджер Источник Власти И могущества Несколько Десятилетий Назад Породивших Этот конгломерат Ты стоишь Возле входа Ожидая Сигнал Отцами Ожидание затягивается Перешагнуть порог Корпоративного здания Все равно что Шагнуть на землю Посольства Или пересечь Государственную границу Корпорации Обладают правом Экстерриториальности И напасть на одну из них Все равно что Бросить вызов Богам Олимпа Земля На которой стоит Этот небоскреб Принадлежит корпорации На ней действуют Другие законы Сотрудники Обладают Корпоративным гражданством И члены Совета Директоров Нельзя Члена Совета Директоров Нельзя призвать К ответу За преступления Совершенные На территории Сиэтла Любой раннер Который решится Объявить корпорации Войнов Пишет свое имя В историю Но вряд ли Проживет Долго 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 О Кликнист Кликнист Плюс Плюс Два Вот Кстати Может понадобиться Ригер Нададим Ваня Как тебе Кроссаут Не играл Не знаю Я играл Кроссаут На мой взгляд Это достойная Фритоплейка Но я играл Совсем в раннем Виде Когда она еще Точка была там Анонсирована Пару лет назад Не знаю как сейчас Она развилась До каких высот Но Кроссаут Прикольный Мне нравится Задумка И мне нравится В принципе Реализация Так со стороны Если оценивать На данный момент Твой комблинк Подает сигнал На экране появляется Лицо барона Самеди Мы снова вместе Да Монами Ты Самеди Сегодня Ты Самеди Сегодня мы Совершим невозможное Мы сделаем Это вместе Ну да Ну да Раскачаем Этот мир Расскажи мне Еще раз Как ты Зламал мой комблинк Добрый вечер Старно Самеди Значит Это Смотрится Разумеется Молами Разумеется Сперва Нам придется Преодолеть Некоторые Трудности Трудности Не волнуйся Мы сумеем Их Преодолеть Как ты наверняка Уже знаешь Некоторые вещи Можешь сделать Только ты Прямо Изнутри здания А некоторые вещи Может сделать Только Самеди Потому что Его там нет Мы должны Координировать Наши усилия Вот и все Отвага И здравомыслие Помогут нам Одержать победу Твой план Это не отвага И здравомыслие А самоубийство Ты предлагаешь Нам атаковать Через вестибюр здания Не надо Так говорить Самеди Уже отправил Всех охранников На посты В других частях Комплекса Никто не помешает Тебе добраться До бухгалтерского отдела Бон шанс Бон шанс Найти образец гида Хотя бы один декер Должен оставаться на ногах Чтобы извлечь нужную информацию Окей Так Ну Опять же Таки Сохраняемся И вперед Изи катка будет Мне кажется Ну Учитывая Что это Предпоследняя миссия Я бы Это 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 точно Ну Люди в чате Уже По-моему Чуть ли не дважды Говорили Мужество Честь и отвага Вот три признака Моего алкогольного Опьянения Сказала Ириска Киска И К чему это было В турнире Парагон Была команда Слабоумие Отвага И они завоевали Мои симпатии Своим названием Но к сожалению Далеко не прошли Видимо Слабоумие сыгралось Вроде Эй Овервотч Соченыш Сначала 0,5 Потом полтора Это я Если что Про урон А то в контексте Алкогольного Объединения Это нужно Не так понять 52 56 Ух 16 Молодец Блин Забыл я Опять дрон Спустить Так Давай-ка Забежим И запустим Одного Сначала А И они же Здесь Дроны Надо сначала Их Или он Может издалека Их запустить А скажите Мне пожалуйста Может он издалека Их запустить Должен мочь Убегу сейчас Ну подождем Ответа Экспертов В комментариях Промах Ну Что там Никто не отвечает Ответа нет Пока что Есть один Ну конечно А потом Написал Ирис Кокиска А я пропустил Момент Что за вопрос Был Ну ладно В общем Поставим Эксперимент А Они за мной Просто едут Все Тогда понятно Так Включили Иван и Глеб По вашему мнению Существует ли Совершенная Пошаговая Киберпанково Хорроровая РПГшка Ни хрена себе Вот этот наборчик Я Не встречал Такую Я Хотя бы Просто Представителя Не могу Сообразить Не то чтобы Совершенная Или несовершенная Вообще Тебе написали Да что может Ну да Я уже Проверил Киберпанково Хорроры Вая РПГ Кто Кто-нибудь В чате Хотя бы Приведите Примеры Представителя Такого Индикатор По расписанию Да Вон уже Пилится Потихоньку Ага Это что такое У нас Это что такое Оп Пропуск Сотрудника Телестерина Индастерис Пущай Плод Компы Вскрывает Говорят Пущай А вот он И комп Вот и комп Нарисовался Сейчас мы Выстроимся Около Дверей На На Всякий Случай А то Знаю я Эту Игру Вспоминают Вспоминают Систем Шок Но Систем Шок Не пошаговый Ни разу Ну да Так Здесь у нас Оружие Перезарядилось Нет Нормально Нормально Все Тринадцатая Может Смениться На похвально Только после Текстового Обзора Нет Обзор Текстовый Будет С той же Самой Оценкой Потому что Собственно Оценка Утверждается Между Автором Видео И автором Текста То что я Говорил Это то что Как бы Игра Вышла Вот На данный Момент В таком Состоянии Что ей Ставится Проходняк Ну как бы От чистой Души И вот Как бы По честному Но Типа Если они дальше Введут Одиночную Компанию Которая Там будет Как нибудь Клево Интересно Устроена Если они Починят Баланс Выпилят Баги Которые Были Неприятные И до сих пор Остаются В мультиплеере То тогда Это уже Собственно Будет Годная Штука То есть Я это Просто К тому Что Чисто Идейно И Там По Геймплейному По Геймплейным Механикам Это Способно Быть Вполне Себе Похвальным Но Из-за Того Что Тут Не доработали Тут Не допилили Вот Этого Вообще Не завезли На старте В релиз Ну Собственно Получается Что Проходняк Короче Там Пока Мини диалог У нас Сэммит Был Но Ничего Важного Так Что Продолжаем Ок Машинка Так Забавная Конечно Скрипит Своими Гусеницами Так Ну Ригер У нас Опять В роли Отстающего Так Готовы Раз Два Три Ёлочка Гори Так А я По-моему Рядом Стоит Да Ваня Глеб Вы бы хотели Иметь Своих Домашних Дронов Ну У меня Есть Робот Пылесос Это Наверное Можно Назвать Домашним Дроном Ну В какой-то Степени Ну Да Учитывая Что Я Из-за Аллергии Не Могу Всяких Котов Дет Содержать То Я бы Хотел Какую Механическую Жирность Возможно Прикольно Что Будет Если Поставить Разрешение Которое Не Поддерживает Видеокарта Ты Не Сможешь Поставить Бухгалтерский Терминал Телестерина Индастрия Терминал Включенный Показывает Окно Логин Логин В верхней части Окно Написано Бухгалтерия Уровень Отдел По Работе С Персоналом Воспользоваться Поиском Подключение К локальной Сети Доступ Разрешен Отдел По Работе С Персоналом Отдел Провод С Персоналом Запустить Поиск Клин Телестрия Работник Уволен Запустить Поиск Всеобщее Братство Братство Всеобщее Поиск Не дал Результатов Выход Выход Из системы Короче Ничего Толкового Так А у тебя Что тут Имеется Замедлялки Замедлялки Ну Ну Такое Давай Попадет он Интересно Промах Ага Ну Ну Хотя Б Одного Так Занимаем Позицию Огневую И Начинаем Раскидывать Их Просто Нафиг 84 Бам 22 Бам 22 Добрый вечер А кто Стрим Ведет Добрый вечер Глеб Мещеряков И Иван Лоев Все Правильно Мы Наконец-то Представились Кстати Да Мы Что-то Как-то Пришли И сказали Привет И сразу В игру И 40 Откредит На Двойной Умножитель Во Вообще Ништяк Фен Глеб В прошлом месяце Мы с мамой Подарили отцу На день рождения Ноут Так себе На вполне сносный Хочу его приучить К играм Старым А то новые Совсем не потянет Для начала Установил ему Петьку И Василия Ивановича И Fallout Как думаем Он сможет В них играть Если до этого Отдыхал Только По щелкиванием Каналов На телевизоре Господи Как тяжело Читать ехающий Чет Я-то конечно Не остановлюсь Просто Хочу услышать Предположение Сколько времени Это может занять Ух Не знаю Сколько это может занять Я помню Отлично То что У меня отец С удовольствием Играл в командос На компьютере Когда у меня появился Компьютер Мы разделяли Любовь к этой игре Меня Меня даже Несколько Можно сказать Ну Мне было обидно То что я проходил Командос По тактону Втихаря А отец у меня Валил всех Пистолетный Ну Пистолетный Казнью Так скажем Из-за угла Там знаете Можно было Вставить Поставить Всех бойцов За какой-нибудь угол Начать стрелять А перезаряжаться Не нужно было В первой командос И ты стреляешь И к тебе Валит 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 Фрицы И ты их Кладешь Одна Ну Штабелями За этим углом И таким образом Он проходил Множество Эпизодов Но играл Ему нравилось У меня Дедушка Встал Кирсит И сидит А мама В танках Кошмар Ну в смысле Не у меня У человека Из чата Вообще скорее всего это будет долго мучительно и муторно подожили дрон случае таки ай блин мисклик у меня отец в цивилизацию 3 любит играть ух цивилизация 3 а цивилизация 3 я хочу подумал про цезаря ну цезарь тоже согласна игра я его помнишь я в нем долго залипал я тоже да 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 я пошел на гуглил картиночки я вспомнил вспомнил это нет я не пойду качать устанавливать все цели ну ё-моё двадцатка так вот тут вот вот плот 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 плотяра так может и вот до этого достучишься был бы неплохо но давай вот сейчас давай бляха муха меня батя в свое время на хелф-лайф варики первые подсадил и спокойно закончил с играми так сказать передал эстафету неплохо ты забываешь прицеливаться а да я чё туда забил уже на эту на прицеливание от бедра лупишь но нет нет бедра за прицеливаться там просто нова белка такая нам колда уница два раунда но просто дает баф точно кстати спасибо тому кто упоминал список игр от сг на гог перенес через connect пару игр а так бы и не подумал там смысле можно и стима что-то переносить так перезаряжаемся вот дрон вообще наземный красавица так сколько наличит то наличие плюс 15 неплохо это терминал включён на экране встретится слабо бухгалтерский отдел уровень оборота по счетам 1 воспользоваться поиском подключение к локальной сети до уступ лишён искать проекты гида работаем проектом остановлено пять дней назад инвойс отправлены в сайдер краб швей рендер даст джинни джинни шафт дополнительная информация о проекте доступна только пользователям уровня исполнительного директора или выше барон появляется на экране твоего комлинка ага очень похоже что джеймс постарался ограничить доступ к этой информации разве так себя ведет человек которому нечего скрываться ммм мы должны подняться в его офис на верхнем этаже и забраться забраться в его персональный компьютер судя по тому что я вижу лифты отключены тебе придется отыскать точку доступа и взломать их прежде чем мы сможем продолжить окей а риггер все бежит этот терминал включен на экране написано булковский отдел уровень управления проектами 2 воспользоваться поиском проекты гида работа на чисто 12 мая 2023 работа завершена пять дней назад дополнительная информация проекта доступна только пользовательного исполнителя директора выше искать сам-Отс результат поиска вот сэмс ничего не найдено возможно Weekend вообще клевок от колледжи такие такие-то доступ к истории платежей с евременoso джейсика улетс результате поиска вот жезнесеньк ничего не найдено возможную вы искали в бодз джейсика ie к кодс милинда платежи такие какие то доступ к истории Когда ты включаешь тренингал, из-под клавиатуру выпадает листок желтой бумаги. Фредерик, я сто раз повторял тебе код от двери 1915. Понятия не имею, почему ты не можешь это запомнить, Стивенс. Ха. Окей, теперь мы знаем код от двери. Традиционно. Ха. Ой. Такс, давайте все до этого пригоним. Надеюсь на E3 новую часть Splinter Cell анонсируют. Ну. Вообще не знаю, по-моему, у SplinterMg Ubisoft изведает. М-да. По-моему, у них в этом году и так достаточно много анонсов, если они еще и Splinter анонсируют. Это будет вообще кошмар. так пуская дронов тогда в вентиляцию пуском будут будут наводить шороху было бы прикольно если можно было дрона куда-нибудь вентиляцию запустить составить всех вокруг испугаться перезарядка 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 самое мое любимое дело стоимость hellblade в стиме слышали слышали и даже не в стиме она даже на плойке будет продаваться не full price и это интересно загадочная вот и ригер добежал просто как бы три пола и проект за 500 рублей далеко не часто встретишь да сейчас вам и инди в основном где-то в этой области стоит так 5 боимся не заходим так открываем ригером такое да тут две турели не знаю даже как их обходить так у и у и у и так папа давайте-ка дронами вылезем посмотрим чего у нас тут так но можно их сзади обойти оказывается дроны поликольная штука фен а сама-то hellblade в редакции сг хоть кому-нибудь интересно фиг знает не верю вроде мне она интересна благодаря главной героине точнее сотрудницы нинжи фиори который исполняет ее роль мне прям симпатично эта девушка я только ради нее готов купить игру гляб можно так они нас один остается за укрытием другие попадают в комнату и выходят по ту сторону турели здесь разве можно ползать по вентиляциям всей толпой нет здесь можно обойти через правую сторону я так понимаю на и тут прям сразу скажут противоположное твоему мнению типа не будь гг женского пола или хотя бы не такой некрасивый может заинтересовался бы каждому свое так 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 давайте тогда риггера ставим за укрытием правда не сможет добежать наверно до укрытия самое время объясните мне как стратегия может весить 32 гигабайта легко и просто вот будет отвлекать их мы пойдем другим путем мне в этом отношении кстати удивило короче вес рада 3dms потому что она весит чуть типа 10 гигабайт что ли это уже было во времена gta 4 которая весила 15 гигов и даже больше полу сейчас будет вообще страдает тут из пистика пок пять урона век получил немножко ой еще получил немножко мне надо отступать и глеб ваня назовите по одной анонсированной игре которую больше всего ждете дата выхода и жанр не имеет значения я прослушал анонсированные игры которые мы ждем player по-прежнему player если брать одну то это я прям все дни что опять повторяюсь повторяюсь red redemption 2 а так я жду и хочу чтобы уже появилась какая-то конкретная инфа по frozen synapse 2 мне нравится та инфа которая поступает относительно rock of age 2 потому что я слежу за разработчиками и они там что-то типа раз неделю в две пилят посты как у них продвигается прогресс вот и будет по ходу довольно забавно но и собственно player я тоже жду потому что и бастион и транзистор мною любимые ну и соответственно парки оттуда нам на паэр я тоже воскладываю возлагаем воскладываю это и сказал так гранатки а еще что-то макмиллана какой-то будет анонс когда-то непонятно когда но это уже сначала как бы пускай анонсирует а там уже можно будет сказать ждем или не ждем может ли быть у супер митбой сиквел упс развернулись смотри к че у супер митбой может почему нет мне кажется макмилла может к чему угодно все кто сделать ну и к тому же это формат не тот где там история какая-то дико безумно закрученная и и продолжить точно так же дико безумно сложно то есть при желании можно начинать храпеть супер митбой 2 делается опять же при желании супер митбой 2 делается вот элементарно главное чтоб желание был слушайте немножко так там пошел нет не по плану так ну ладно пора тяжелую артиллерию водить макмиллан может сделать очередной делся к языку но сейчас у помимо dlc к языку он вот конкретно сейчас делает как минимум два проекта я надеюсь что новый анонс это тоже будет что-то какая-то игра или может быть даже воскрешение мяу геникс а Надо было плута отправить и программировать турели. Да, я понимаю, но не успел, скажем так. У него ходов не было. Ну, сейчас уже поздно, да. Учитывая то, что турелей нет. Риггер у меня тут в неприятную ситуацию попал. Хм, а ведь у Макмилана ни одного номерного сиквела не было. Ну, формально, кстати, да. Потому что он все время переиздания до ремастера делает всякие. Да, по-моему, а что у него было... Ну, то есть у него была коллекция этих его игр с Flash's Newgrounds. Basic Basement Collection или... Да, по-моему, Basement Collection. О, еще тут бегут. Ну, и вот Айзек, и все. Ну, да, уже неплохо, неплохой набор. Так. Как Гавен не знает цифру 3, так Макмилан не знает цифру 2. Так, как нам выкрутиться из этой задницы-то. Так. Бежим. Эх, немножко промахнулась. Машиночка. Так, 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 так. Ну, давай уже помирай. Так, 78. Готов. Так, так, 16. Пришла пора. О, смотри-ка, че. 99% А, 16. А, на Элька. 62. А, 2. Так, вот сейчас как раз самое время применить то самое прицеливание. А, у нее, кстати, на 3 хода в холдаун. mk16. А ты че-нибудь можешь? Так можешь. Хорошо. Эй, промахнулась. Ну и опять промахнулась. поделать так аптечка может лечить от нфс пайбэк чего-нибудь ожидаете после неуспешной инфе с 2015 это больная тема знаете ли уже даже не знаю что от нфс ожидать я не исключаю возможности что когда-нибудь в какой-либо из годов нфс вдруг выстрелит и наполнит на маслом славных временах этой серии ну и как бы почему бы это не связывается с пайбэк возможно в этот раз получится но не знаю а я ничего не жду уже со времен карбона ну да многие согласны с тобой в этом отношении но опять мисклик ну что за говно сейчас лучше ничего не ожидать есть там есть шанс что больше понравится ну вот да кстати когда ты ничего не ждешь от игры она внезапно оказывается норм то это всегда приятно сюрприз это лучше чем ты ждешь что-то хорошее ты получаешь что-то хорошее так 68 попали ну не попал 70 70 там гранаты 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 как вы относитесь к игровым ноутбуком да я может и рад был такой заиметь но сейчас вообще грустно очень все в отношении компьютерной техники в плане цены имею ввиду поэтому никак ну за исключением определенного рода неудобств которые придется переживать имея ноутбук потому что не знаю короче везде есть свои плюсы свои минусы с одной стороны ты получаешь портативность можешь там не знаю выйти на улицу короче к подъезду сесть на лавочку и там играть обдуваемый ветерком с другой стороны там жесткость конфигурации всякие проблемы с охлаждением и прочая подобная штука просто я как человек который преимущественно сидит дома и работает как бы дома мне на такой ноутбук не нужен не я я бы хотел ноутбук и ну то есть я допускаю возможность того что следующий мой апгрейд компьютер будет не апгрейдом соответственно по покупкой ноутбука и продажи и всего хозяйства которые сейчас у меня есть потому что и во первых я постоянно но вот эти вот летние месяцы даже не только летние вот ну месяцев 5 там с мая по сентябрь постоянно мотаюсь на дачу я тогда на даче мог бы полноценно более-менее работать особенно если интернет подрубить и нормально ну и вообще в поездке периодически отправляюсь взять с собой ноутбук как бы в рюкзак положить и чувствовать себя в боеготовности всегда по моему прикольно да а здесь а здесь дома у меня был бы соответственно и второй монитор чтобы там проще было монтировать когда его ноутбук приходит приношу домой и ну и всякая прочая перифилия подрубаться было бы то есть и клавиатура более удобная и колонки и все 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 а так походный вариант мог но опять же все упирается в цену понимаете сейчас все так дорого да так полечить или че сделать с ним давайте полечим что ли этого чувака пока евгенович продает и продает продолжает задавать сложные какие-то вопросы которые я в общем читаю ужасаюсь и поэтому не произошло вслух но окей так как их много то попробуем такой вопросец как вам тема с ремастерами как wonder boy the dragon's trap и 8 бит графон плюс музыка и полностью перерисована игра плюс обновлена обновленная музыка и возможности комбинирования в любой момент времени но он это занятно да это прикольно так я пожалуй сохранюсь так напрямую директ там по моему дрон еще ехал но видимо я деккера убил и он самоуничтожился я так предполагаю вражеский дрон я имею ввиду давайте посмотрим ну не видать никого так окей вот лифт вот крот вот хомяк хрум хрум шмяк шмяк ты не знаешь хитер все времена что-то в голове дзинкает но я не помню конкретно у меня обычно с хомяками связано лежит хомяки на нем хомяк фигак фига хомяк вон она как это работает оказывается и все короче дружно начали в чате такие типа да зачем на даче работать и в поездках зачем работать вози с собой комп не ну иногда приходится я бы и рад был бы но я вот например сейчас зачастую не могу оставаться на даче и и так как надо работать ну сначала я имею ввиду волосы вопрос у фена такой классный голос фен спроси у глеба как он добился такой интонации и голоса и всего-всего и фену тот же вопрос я не знаю никак не добивался просто сама получилось у меня в личке периодически короче спрашивают там типа вот это самое смотрю твои видео у тебя так клёво поставлен голос скажи на какие курсы ты ходил какие книжки ты читал какими тренингами увлекался я как бы ну вот пять лет сижу перед монитором читаю тексты обзоров и как-то вот наловчился видимо так и тебе пишут надо плуту к тому терминалу а надо все понятно так походу ты не пройдешь надо все кнопками до сих пор не активнее активируется но все ребята можете ждать здесь перезаряжаться как обычно на даче у глеба есть возможность строить толчок на улице и параллельно работать городе это реализовать тяжелее конечно вот это вот правильные мысли ну толчок я давно уже построил но там много чаще строить у меня много мне большие планы знаете ли а еще кое-что тебе говорят типа лучше чуваков отвести в ту комнату прикрывать плута плута видимо там сейчас учет какая-то потасовка начнется так но лучше занять но разберемся дыша рак пишет лично я после обзора saints row get out of hell после которого я и узнал о фене считал что у него бухой голос ты не одинок в этом да потому что практически на каждом эфире где появляюсь поднимает система фен сегодня бухой или нет всем так кажется глеб ты всегда можешь построить стола второй толчок по соседству и это тоже с удачу застроить толчками потом и стройки платные биотуалеты так пускай риггерс чем риггер кает там остаются и наверно вертолетик пускай там будет на этой двери вот так вот все теперь сохраняемся заходим программы агенты все а значит им управлять а ну сейчас опять параллельно будет все делаться как старые добрые времена вот побежал 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 так нам сразу активирует наверно ребят матричный агент щит боец и подрывник ой 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 повыскакивали так что этот умеет товарищ ничего не умеет взрывает и наносит 150 очков взрывается и наносит 150 очков урона продолжать наносит расчет в течение последних раундов какой страшный подрывник а стрелять то умеешь умеешь это хорошо так так щит опа и выстрелить даже еще успеем так чё сходка на игромире будет да мы сами пока не знаю далековато еще до игромира туда е3 пережить самый gdc потом скорее всего опять же вот это я щас их наказал за группировку за группа уху они джидси геймском вот да так а ты че умеешь тут мешает получаем урон на 45 продолжает действовать чин вы уж там смотрите если сходки не будет я вас тогда всех найду и буду наказывать нифига себе так чё там зарядку какую-то запустил зарядку для хвоста для хвоста подрывничок подрывничок так ага сюда перенеслись значит а чё перенеслись так давайте займем позицию вот здесь вот удачно сходка пережиток прошлого энтузиазма у многих авторов на ней нет да ну ладно чё чё вот как-то да по моему и в прошлом и в позапрошлом году были клёвые сходки до отличное время проводим особенно в позапрошлом уперлись после нее и еще там часа полно два или три там беседу черт у меня до сих пор хранится первый автограф глеба сыгромера когда у вас свой стенд был вспоминаю с любовью и душевной теплотой был дело это был тоже для меня первый игромер у меня где-то фоточки этих автографов лежат тоже а вот контроль контроль турель но нам уже не нужно по понятным причинам а может они появятся заново и будут за нас так 81 67 69 81 и остался неудел агу им хо игромер давно скатился помню ламповый игромир лет восемь назад когда еще расширенное издание 1 ведьмака там покупал и видеокарту выиграл в конкурсе ну не знаю просто может быть приелось надоело кто знает давайте или нет нет уже уже нет точек контроля белый лед до серый не серый наоборот там вроде белый снег серый там в том-то и дело что не каноничный чё такое ты как здесь оказался но говорят кто здесь штуки появится когда ты его убьешь и промах и промах я сейчас сказал как разше из теории большого взрыва не есть что такое ну-ка ничего даст от нам что-нибудь ну видимо нет ну тут тупой щит для дебилов в целом было бы странно если бы мертвые турели взяли и оживились но пускай они будут теперь под нашим контролем потому что почему бы и нет межный продолжает гнуть пессимистичную линию не удивлюсь если сходки в этом году не будет как минимум если ее не будет официальной будет какая-то неофициально ну да мы то в любом случае собираемся на играми приехать во всяком случае я но я собираюсь я потому что как бы в прошлом году пропустил это не очень хорошо к тому же в этом году мне будет нечего анонсировать прямо сразу выпускать там же в игра мере поэтому можно съездить на 38 сразу прислали ой фен глеб если вы будете на сход ксг на игра мире то ищите меня в костюме великого комбинатора я каждый год хожу на игра мир в этом косплее печально видеть что мой образ узнают немногие великий комбинатор это бендер но да окей бендер то я надеюсь узнаю не сообщил вспомню что это сообщение про экранизацию ковбоя биво послышал но пока никаких деталей неизвестно в любом случае по нужна штука так база данных юридического отдела теле стран даст так такой-то не найден возможно искали вильям и тельсон джеймс твой договор с мере навываться поможет защитить твоих детей но ты вся эта история сопряжена с риском ты знаешь что учрежденный твоим отцом трест требует чтобы бенефициаром и распорядителем был старший отпуск мужского пола мисс вот согласилась изменить имя отца детей указать в качестве родителя сотрудника теле страны до стресс нато нам майлза но если дети когда-либо узнают что у них с тобой был общий отец они смогут спорить владение трест на результате простой эксперт из днк о какие тут интриги так мы кстати зря здесь выстроились идем к другим воротам так тум тум теперь здесь выставим с планируешь ли ты сегодня добить игру нет нет не получится но я так заживаю следующий эфир уже будет точно последний но я надеюсь да но мы сегодня закончим когда я вот пройду эту миссию и так и закончим но он и фи нож издевает хотя наверное даже знаете что давайте мы закончим когда лифт этот покорим и тогда закончим чтобы мало ли насколько долго здесь миссия во первых а во вторых если вы говорите что после нее будет еще одна вылазка всего лишь чтобы у нас финальный стрим совсем уж куцам не получился так что да решено монолит сейчас поднимемся и свернемся так сейчас нам учение эксперты напишут тему на том что там поднимешься на лифте какой-нибудь коротенький разговор и все но как-то промахнуться можно упоры в общем не вижу смысла сходки можно спросить все что хочешь в стримах услышать мнение обо всем ну блин чувак лично это общение это вообще другая тема то есть сходка делается не для того чтобы ты спросил там не знаю что вы думаете о серии diablo сходка делается чтобы мы могли посмотреть на вас вы могли увидеть нас и все такие типа хей целый год мы слышали восток через интернет а тут вот можно подойти поздороваться или там врезать я съездил на сходку но нет 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 денег нет времени так надо наверное отогнать этот дрон сюда и не знаю зацепит ли койота сейчас давайте попробуем сейчас сохраняюсь нет никого не зацепил здесь какой-то черный лед белый снег черный лед это негр замерз замерз в тайге новый хит на сходке никто не отправит тебя в бан кстати да надеюсь следующей игрой выпадет back to the future а такой нужным и было сейчас попадания а вот у нас есть шанс 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 дай шанс ну блин щит конечно нелепый да черный лед тоже чуть не очень давайте заканчивайте с ним да что такое барон саммития отчет охоте испытаний новейшего биотехнологии тихо крыша биотехнологического биотехнологического проекта наверняка его можно будет продать я перечислю тебя за него деньги но это не то что мы искали вот да а мирный 99 продолжает быть занудой так ну увижу вас допустим и что изменится обычные люди оттуда полстраны ради этого пролетает да нет я с тобой согласен конечно если нет желания то зачем на сходку идти все собственно вот да просто как бы проблема в том что если тебе от этого ничего не будет то это не значит что никому ничего не будет но когда уже финальный будет этот во вижу 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 или или вейтер контрол мод все плохо ну я попал там западню причем это реально сработало ну вот как должно было сработать я забежал в одиночку к этому столбу на ты нам увидел я в топил вперед заражил ну все глеб ты попал ну есть сохраняется чё но я все-таки попробую вытянуть катку игра мир по-моему в октябре последние года два был или он же да 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 в октябре в начале так и чё это он колдует сходки нужно автор пати с бухлом но на самом деле она есть как бы да просто просто с нее не бывает этих самых а ну хотя вообще бывают с нее отчеты я говорю не вам два отчета знаю один из них кстати у тебя она или живет точнее там это был была не сходка смысле не автопати это было просто сходка но фокусы показывали там клевая да я тут давеча увидел где-то ник целая в каком-то конкурсе не помню в каком видеокарту где-то а в танках x что по моему но не помню короче где-то разыгрывали видеокарту и там было дохренище участников и вот костян там как-то рандомно расположила имена этих участников и первый получил приз там я так понимаю если первый не отзывался то получал бы второй и так далее и вот цел там был где-то в начале типа того там ну я не знаю там первых десятках учитывая что там было девять сотни то как бы ну начало можно сказать так ну это вообще ложки непонятные в этом году игра мир будет с 27 сентября по 1 октября вроде как ну ладно так превышает повышает получаемые урона 75 уже действует чтение трех раундов повышает уровень тревоги брэнд мауэр создает шириной 5 клеток так ладно проходимое поле так все у нас ну давайте попали вот это хорошо вот тут я понимаю так 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 дострелишь нет не дострелишь да тогда беги беги что есть муча а теперь дострелишь дострелишь отлично и и промахнулся правда косой не говоришь он хотя бы в кого-то попал ну да задел там нет взрываться не надо торопиться не надо внезапный вопрос а где metal gear survival будет на и 3 а ты прям знаешь ну я можно сказать практически уверен ну давайте блин немножко утомляют перестрелки киберпространстве окей хорошо ну давайте блин немножко утомляют эти перестрелки киберпространстве однообразные достаточно вот видите ничего страшного один только красненький остался и взломали лифт получена карма 6 теперь ножками опять до выхода вот это тоже в киберпространстве немножко раздражает то что приходится бегать фишка драла ну да это не самое весело но я имею ввиду обратно возвращаться ну да я понял у тебя прям всеми надо возвращаться да нет не обязательно всеми но я так на всякий случай вдруг опять какая-то наушку будет так что здесь просто скипаем что ну да здесь такая еще музыка глеб просто нажми на нижнюю левую кнопку это типа аварийный выход нижнюю левую кнопку да нижнюю левую а чё я ничего не повторяю не потеряю в таком случае ну я подозреваю нет если рекомендуют нажать ну да я уж сейчас добегу ау я даже не знал что это кнопка ну там у меня вообще чата я поэтому даже не вижу нет ты просто выйдешь экстренно из матрицы и все там ну я понял ну ладно уж я уже добежал куда я добежал а да все сюда все правильно обычно же знаете экстренный выход нанесет в себе какие-то последствия пока ты будешь пилить к выходу тебя атакуют еще противники да мой хрен с ними я очень в общем флегматичный настроен в какой-то степени все что ли выходим покинуть сцену окей а сейчас наверно автоматически перезарядят меня да там оружие я имею ввиду удара так a l так и дрончики дрончики поехали а не за нигде и тэпортируются Ну вот, непонятно тоже. Сейчас посмотрим. Телепортируется. Наверное. Корпоративная культура. Как правило, пользоваться лифтами во время набега плохая идея. В ограниченном пространстве группа уязвима. Ее легко нейтрализовать. Увы, время поджимает. Офис исполнительного директора находится на 50-м этаже, а Барон обещал вас прикрыть. Вопрос о том, насколько можно ему доверять, остается открытым. Негромкая музыка сопровождает вас, пока лифт поднимается в кабинет Джеймса Терестриана. Где-то там, в сейфе, терпеливо дождается своего часа образец проекта и гида. Ваша задача найти его и выбраться оттуда, прежде чем Барон устратит контроль над внутренней сетью корпораций, и все полетит к чертям. Та-да-да. Так, а, дроны все здесь. Так, оружие еще... А, ну, оружие, видимо, тоже перезарядилось. А, нет, не перезарядилось. Блин. Да. Ну ладно. Так, окей, ладно, на сегодня сворачиваемся, друзья. Сейчас я сохраняюсь. Само что ни на есть, традиционнейшим образом. И, надеюсь, завершающий, восьмой стрим, посвященный Shadowrun Returns, начнется динамично, с боев, с перестрелок, с противостояния, с декерства и с прочих любимых нами вещей. Ну и, собственно, все. Всем спасибо, что присутствовали. Всегда с удовольствием, на самом деле, отправляюсь я в это Steam Gauntlet-ское путешествие в вашей компании. Спасибо, что сопровождаете. И спасибо Фену за то же самое. Как всегда, не за что. Да, ну и спасибо донатерам, которые не жалеют своей кровной денежки. И до скорых встреч. Теперь, наверное, уже в рамках Steam Game Gauntlet увидимся после Е3. Так что ориентируйтесь где-нибудь на вторую половину июня. Все. Всем счастливо. Пока. Пока. Спокойной ночи. Субтитры сделал DimaTorzok